Продолжение следует... Мир всем! С богоявлением! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Иди, садись. Продолжение следует... И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами, тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно, уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. Ибо купцы твои были в вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Толкование. Вот и результат. До этого, как водни ноя, ели, пили, женились и выходили замуж. И вот, внезапно, быстро, как тонет большой камень, вверженный в пучину моря, все прекратилось. Прекратилась беспечная, безоблачная жизнь. Прекратилось вообще все. Нет веселящихся, отдыхающих, нет искусства, нет производства, нет жениха и невесты, нет ничего. Только ветер разносит дым от пожарища, да плачут и стонут, видевшие катастрофу. Подобные описания запустения смотрите в книге Еремия 7, 34, 25, 10 и Исайя 24, 2 и короткие языки 26, 13. Неоднократно уже была указана причина падения Вавилона, но ангел, ввергнувший камень в море, еще раз указывает на причины этого события. Во-первых, ибо купцы твои были вельможи земли, не в том грех, что они вели торговлю, даже не в том, что они обрели богатство, но в том, что они все это обратили не на нужды людей, а на свое собственное обогащение, на прославление себя, на безумную роскошь и увеселение. Причем все это достигалось ими не иначе, как через принятие печати Антихриста и поклонение ему как Богу. Вторая причина падения Вавилона и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Это о растлевающем влиянии города на весь мир. К тому же мы видим, что для того, чтобы ввести в заблуждение все народы, чтобы все поклонились Антихристу как Богу, не достаточно было просто средств пропаганды и насилия, люди все-таки не хотели принимать Антихристу. Тогда необходимо было действовать волшебством. Необходимо было привлечь непосредственно силы преисподней, чтобы заворожить умы людей и овладеть ими. Тогда во все силе развернут свою деятельность все тайные мистические общества масонов, оккультистов, магов, колдунов, сатанистов. Так что заблуждение людей часто бывает не просто следствием неведения или неправильного понимания, но следствием одержимости духом заблуждения, помутнения разумом волшебством. Таковым доказывая, хоть сколь убедительно их не переубедишь, они заворожены, одержимы и прельщены. И третья причина падения города – та что? Чуть ниже. Так, вопросы по толкованию на этот стих. Ну вот, читая толкование, волей-неволей еще раз приходит мысль, может быть не ко мне только к одному неправильную сразу скажу мысль, о том, что волю человека можно каким-то образом волшебством подавить, что вроде как он и не виноват, на него же порчу навели. Его околдовали, охмурили. Обычно чем занимаются? Привораживают, полюбила, а он женатый. Пошла к колдовке. Та его присушила, он к ней. Так он-то в чем не виноват? Его-то в вина-то в чем? Он же не совершал прелюбодеяния, его околдовали. Он не виноват? То есть... Или все-таки виноват? Виноват в том, что прельстился, то есть дал себя обмануть, но его никто и не обманывал. Он сам вот ему там зелья подмешали, он все, у него как-то брык вот так вот. Как вот сегодня ему на благовестие, говорит, да ваш брат то ли, говорит, с ума сошел, то ли чел. Вот роман, который... Игнать Тихонович, еще раз раскройте эту тему, будьте добры, поподробнее. Возьмем три примера, взятые из жития святых. Живет девушка Устина, прекрасная собой, языческий юноша, влюбился в нее, ну по-плоцки. Она идет в храм, он не отстает, наговаривает ей, и она ничего не может сделать. А он пошел тогда к колдуну и стал говорить, ты мне ее приобретешь. Он говорит, душу подпишешь, да я и не верю, что душа есть. Ну тем более, как вот печаль сатаны. Он подписал, проиграл, вышел, застрелился. А этот-то колдун-то посылает блудного беса. Бес пришел, и у нее как кровь закипела. У нее молятся, а у нее в мозгах только юноша этот стоит, какой он хороший, какая будет жизнь, какие ребятишки, у нее такие амур в ней плывут. Она поняла, поняла, что напал на нее дух блуда, а она на молитву. А он сказал, ты мимо ее ходи где-то там, чтобы она тебя в окно-то видела там. Ну он идет мимо-то, может что-то разговаривать с кем-то. Вернулся, три дня прошло, он вернулся, ну что, доволен ей? Что, доволен-то? Она говорит, не идет. Как не идет? Да так, говорит, даже не смотрит. Ну он говорит, ты-то сам посмотри. А что я посмотрю-то? У нее окна там такие высокие. Он сделал такое, он как птица стал летать от юноша, аглоид. Аглоид. По-нашему аглоед, наверное. И вот он мимо окна пролетает, он видит, проходит время, ничего не может сделать. А этот колдун-то, лучший колдун Востока. Он лет, может, семь университет в Египте кончил, в Индии. Он говорит, а почему не можешь? Не могу и все, говорит. Она молится. Ну и что, что молится? Он тогда решил прямо снова, вызвал сатану. Сатана, говорит, я сделаю. Она до обеда, говорит, к тебе придет. Но проходит день другой, ничего нету. Юноша опять приходит с жалобой. Еще. Он говорит, а ты-то почему не мог, если сам-то? Да не мог, что говорить. Ну почему? Она имя распятого призывает. Вот влияет на нее или нет? А он и говорит тогда ему, но если она только имя одно призывает, и ты не можешь, то что будет, как христиане говорят, что он придет опять? Схватил его и давай душить. Как только отпустил его, он скорее в храм Божий прибежал и трясется такое, помогите что-то. А что помочь-то? Кайся, вы знаете, о ком речь идет? Ну еще не знаете-то. Киприан. Киприан, его молитва заклинательная-то. Но его Господь спас, потому что подпись эта, бумага какая, она там находится. Такое же было у Василия Великого с одним юношей. И когда молились все, то крестился он, бумага с купола летела в храм и падала. То есть договор, который был насчет души. Может? Не может. То есть он навести может, паморок этот, но сделать не может, если ты к этому не расположен. А тут верующий, смотришь, свихнулся, какая-то девка там подолом махнула, его уже нету. Он сам пошел на это. Юноши же были в Израиле, там свои колдуны были, и говорят, а почему Израиль не победим? Вот воюют, придут, ни одного даже раненого нету. За них Бог Иегова, Яхва. А вот если бы он отвернулся от них, а как сделать, чтобы отвернулся? Чтобы согрешили. А как согрешили? Самый главный Грегор, чтобы нашим богам, идолам жертву не приносили. Юноши молодые, а еще больше надо, девушки. Они самых красивых выставили. Шатер открытый, она стоит, подол поднимает. Иди, вот только возьми кусок мяса, переложи. И заходи, бесплатно платить не надо. Вот как было дело-то. И пошли на пронт, и сразу упало столько-то. И тогда, когда молились, народ встанал. В это встал, взял копье. Как раз княжеский сын вошел к княжеской дочери языческой. Княжеский, от евреев-то. И он, говорит, один удар только сделал, а одним ударом убил обоих. Значит, они лежали друг на друге. Он ударил и проткнул. И сразу Бог сказал, вовек не отнимется милость от этого рода. У него всегда были священники. И поношение было снято. То есть мы безразличные. Ну, безразличные, то есть. Вот интересно. Янглатаус говорит, кроткий такой, все. Ну, вот хулит человек царя земного. Ты ударил его, царь похвалит тебя? Ну, конечно. А если Бога хулит? Загради его уста, дай ему по морде-то. Это Николыч удотворец сделал, когда был председателем на Вселенском соборе. Но его отсудили епископы. Но Божья Матерь, дескать, вступилась. Вот относительно вот этого. Если он сам не поддается, не расположен, как ученик Василия Великого Григория, того она захватила. Мне во всех житиях, а их 1173, непонятно только одно. Жития Иоанна Богослова. Какая-то Романа. Это имя женское. Романа. Она пленила его и Прохора. И они у них были. Иоанн Богослов. Кажется, два года в бане. Воду носили, дрова носили, растопляли. Видать, общественная баня была. Как так? Они не могли уйти. Но потом вырвались оттуда. Не знаю, верить этому, не верить. Но в житиях так и написано. Поэтому они, колдуны, пользуются. И очень сильно привораживают. У меня на работе один... Ну, он не у нас уже был, там подальше-то. И вот парень пришел с армии. А ей там лет пятьдесят пять. Она что-то дала ему там, выпил или что-то. Обычно там что-то подсаживают. Он говорит, встанет, мы обедаем. Он встанет и в ту сторону смотрит и смотрит. Ему говорят, Алешка, да ты что, с ума сошел что ли? Она старуха тебе? Никаких. Он говорит, я сам не знаю, что делается. Я воображаю, как я приду. Ну, какой она баба-то? Она исходит от... Приду к ней, готов задушить ее. Настолько ненавижу. Вот так. Так что, вопрос по сути, и нужно на него знать ответ. Ничего не сделает сатана, если ты будешь молиться. Я говорю, вот мы когда в Турции были, нас там захватила русская мафия. Мафия. На таможне. Ничего нельзя сделать, не проехать, ничего. Заблокировали. Я сказал, не ходите. Они, не выехайте, пока 400 долларов не отдадите. А там это, с ними сидит, которая на таможне не пропускает. Я говорю, ни копейки. Они это 800 долларов. Ничего себе. Я говорю, становитесь на молитву. Мы встали на молитву. Простерли руки, а рядом прям тут огромное стекло, так стекло, стекло, коридор, люди заходят. И тут же их полицейские участвуют. Полицейские заходят, видят, Турция. И мы молимся и молимся. А они вахтом, методом работают, преступники. И утром пришел другой, они передали уже нас. Я сказал, за этими надо глядеть, взять с них-то. Он проходит мимо нас, и я слышу, он говорит, а этих нам не взять. Вот и все. Этих не взять. На молитве. Меня вот, я говорю, спрашивал кого, там, Зоя Крахмальникова, отец Демитрия Дудкова. Беру таких, которые, Глеб Якунин. Всем предлагали что-то сказать, что-то сделать, и тогда уменьшат срок. Как говорится, вербуют. Ко мне даже попытки не было. А почему? Я не знаю, как они себя вели. У меня первый допрос, и я ему свидетелю, этому полковнику, подполковнику говорю, не умрете, хватит Егоря, вы вот пойдете. Обратись к Богу, покайся. То есть, не он меня обращает, я его обращаю. У них даже попытки нету теперь меня агитировать-то. Позвонили тут. А кто приезжал? Я знаю, что вы. И вызывает начальство. Все подписываются там, сотрудничают. Все. Вязаная зона. А вы, наверное, не будете. Я говорю, конечно, нет. Все, больше они не трогают. Они это почувствуют. Не потому, что я сильный там или что-то. Я просто молился. Больше ничего не было. Молился. И не дай поругание, Господи. Так и здесь. Слушаешь наваждение? Сейчас только написали мне у нас одна тут сейчас. Повредилась. И сразу, помолитесь, чтобы я перенесла боль такую, там, руку повредила. Ну, вот и все. Молитва. И тот, кто в вас, больше того, кто в мире. То есть, у нас Христос, а там сатана. Никогда не надо бояться. А колдуны. У нас дома было, я прихожу домой, соседка, она умела ворожить. Они обычно так нитку берут шерстяную. На нее узелки считает Богородица. Молитвы хорошие считаются. Навязывают узелки. Это теленку надо. А теленок слег. Ну, я зашел, говорю, так это же колдовство. Ты что делаешь? Я Устинья звать. Литуева. Как она бросила все. Такая спокойная женщина, ласковая. Тут как взвелась бежать. И как у Бога вымерено, и у сатаны вымерено. Она только из дверей. И в это время мой отец идет. А он ее и позвал. Она говорит, ты, Игнатий, меня убить хотел? А я сказал, ущисть колдунов в озере Огненном. А она, видишь, как перевернула. А то он заходит, а отец как расшумелся. А потом пошли дрова перед. Он мне говорит, что ты ей сказал такое-то? Она как ошпаренная выскочила. А теленок встал, ни болезни, никаких ниточек не навязывали. Вот и все. Противостань. Отошел. Спаси Христос. Заходчиво. Посмотри-ка сюда. Откровение 18.24. Значит, третья причина падения города блудницы. Для тех, кто подзабыл о чем речь. По всей вероятности, это будет Москва. Город смешения, где Господь этот город сожжет огнем в один час. И причины. Вот третья причина, за что он его сожгет, читаем. И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. Толкование. У пророка Иеремии так сказано. Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона. И кровь моя на жителях халдеет, скажет Иерусалим. Посему так говорит Господь. Вот я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя. Я сушу море его и сушу каналы его. И Вавилон будет грудой развален. Вавилон будет жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей. Как Вавилон повергал пораженных израилетян, так в Вавилоне будут повержены пораженные всей страны. Вавилон, как столичный мировой город, как царица блудница на водах многих, виноват не только за убиенных в нем самом, в нем найдена кровь, но и за всех убитых на земле. Все зверства, учиненные в подвластных Вавилону странах, взыщутся с него самого. Причем Вавилон виноват не только в крови пророков и святых, но и всех убитых. Почуя кровь, он уже не насыщается только одними христианами, но убивает, кого ему вздумается. Убивает людей, даже не знающих, за что они погибают. Так бывает при диктаторских режимах, когда начинают уничтожать уже не только неугодных режимов, но подряд кого вздумается. Чем больше убитых, тем крепче диктатура. Но в один день и час, и один час вся эта кровь взыщется от рук убийц. Вопросы. Один час идут занятия, а потом полчаса будут вопросы не по теме, любые. Почему Москва Вавилон? А может Нью-Йорк или Париж? Нет, нет, нет. Ну здесь скорее всего имеются в виду эти вот локальные войны, на которые этот город, мы будем говорить, что это Москва посылает своих солдат или как их называть, которые убивают других. Надо, чтобы соответствовало 10 принципов, 10. Всем соответствует, один город на земле, другого нет. Это, Игнать Тихонович, все же имеются от начала царства Христова до кончины века за всех убитых, за все протяжение или только за последние времена? За то, что она делала. Она устанавливала везде коммунистический режим и там людей уничтожали, уничтожали. Возьми это немецкое ГДР-то, там в три раза меньше людей было, чем в ФРГ, а людей погибло по арестам в сотни раз больше в штазе. Лучшая разведка в мире считалась, не считая израильской. Ну и в Румынии что там было, еще ушеску пока к стенке самого не поставили. Везде это свирепсывало, везде уничтожали верующих. Везде в Польше, ну где только они не проникали, везде перевороты, везде убийства и кровь. А она натравила, а их подкармливала, корабли шли туда с продуктами. Только за это. Вот и все. Откровение 19 глава 1-й, 2-й стихи. После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил, «Аллилуйя, спасение и слава, и честь и сила Господу нашему!» «Ибо истины и праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая расцелила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Толкование. 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 стих 5 12 7 1 12 15 глава 10 спасение господу наступило через падение вавилона ибо небеса ибо весьма досаждал ему этот город своими грехами и вот теперь господь спасён от того чтобы всегда это видеть и терпеть ничто так не оскорбляет господа как грехи его творения но вот грех пресечен он спасен от созерцания греховной бунтующей твари спасены христиане от своей страшной гонительницы великой буднице спасены верные от козни дьявола и слава господу за суд которым восторжествовала справедливость за низложение города греха за торжество всемогущество божие и сила ибо отныне господь цитирую упразднит всякое начальство и всякую власть и силу ибо ему надлежит царство и на будет бог все во всем 1 калифина 15 глава 24 25 и 28 падение вавилона будет высшее проявление божьей силы на земле как небожители были побуждены к этому чудному словословию ибо истинные и праведные суды его земные суды часто служат лжи и неправде но истинные и праведные будут и божие потому человек оставь всякую ложь и неправду и соделайся служителем истины и правды реклам блудницы проливала невинную кровь рабов божий души убиенных вопияли о вас и возмездие наступило и души праведных возликовали и прославили господа за праведное воздаяние как свою собственную скорбь воспринимали небесные ангелы скорби праведника как о своем собственном освобождении ликуют они теперь вместе с ними о чудное ликование небес ныне в немощах и скорбях ныне с надорванными и хриплыми голосами ныне немые глухие да возликуют вместе с ангелом громким голосом как бы многочисленного народа ныне шум и крики многочисленного народа неведающего бога заглушают стройное пение верных тогда пение многочисленного народа верных огласит вселенную своей ангельской красотой вопросы по оттолкованию у есть значит у меня играть их анти вопрос вот всем известно что фашизм из истории известно он был осужден а вот коммунизм говорят никак вот человечество пока суд не вынесла и вот когда господь будет этот город судить здесь написано то будет ли человеческий суд или просто судят лет коммунизм успеют или просто вот смерть и все поймут что именно вот эти грехи или вот какое-то вот будет человеческое при фашизме как вы думаете на счет думать это уже самой войны фашизм было запрещен на сегодня понимает фашизм сделал беды меньше в разы нежели коммунизм и там даже чуть малая наклонность к нацизму я этого судят а здесь нет те же самые коммунисты и людоеды все они заняли свои посты вот допустим в германии оставили все сняли должности десять лет не имеет права занимать должность иди на работу они там перековали их здесь а почему вот вопрос это почему вот скажи почему ленина любят памятники искать и квасит его все еще там эту воблу то как это валерия новодворская говорила с дюганов забери свою сушеную воблу отсюда из мавзолея а сталина вынесли почему да потому что все в еврейских руках которые евреям дали власть те конь они его и любят а сталин их прижимал они его не любят точно также гитлера тут вся мировая политика все в руках евреев все суды все прокуратуры средства массовой информации телефоны все в еврейских руках это недавно ролик наговорил и там без в беседе с каким-то журналистом владимир вольфович жириновский вот я как говорю я малую часть говорю то что он говорит перечисляет миллионы и почему коммунизм не судили почему им нюрнберг не устроили то гитлер не уничтожал класс ты классы не уничтожал рабочий остался коммунисты которые были там жири свергнуты это по лагерям сидели уничтожение идет только на евреев а почему евреев трогал да потому что идея то одна и та же тем мировом владычестве но эти имеют определение согласно слова божия а это то нет мы нация там черепах глаза измеряет высшая лучшая нация а евреи это туда и подались их первых то они не трогали они просто высылали они выезжали выезжали а там где он находится где я нильсбор мы ясно дело чем это все закончилось вот и причина какая не нравится тех кто так ним относился а сегодня они все политика всем управляют направляют вот пойдут голосовать а уже все выбрано для виду какой-нибудь грудинина там или навального выставят на он счетом на зюганова выставит она 15 процентов могут побольше дать чтобы успокоить их но все равно будут 2-3 процента больше 50 повторных голосования не будет это все игра идет игра а были ли вы игры настоящие это не было всегда не были такие вот сегодня читал про одного самый бедный президент маленькое государство его выбрали он что взял ему положено 10 тысяч долларов в месяц и он взял себе только 500 концы с концами свести дальше его памятники были там эти портрет он запретил все что у него было отдал и не получал и работал на огороде сам своими руками была только маленькая старая машина который еще до выборов он когда-то покупал несмотря на это но весь народ и улюбил все равно убили его убили а сегодня там события огня хотела показать фотографии его и проще так вот почему и кто руководит почему эти гнали этих не гнали ответ 1 на что делать ничего не делать молиться и больше нам другого оружия не дано весь ответ почему они его любят к васят там приехал ленин сейчас вышел журнал алтай алтайские алтайских писателей журнал официальные то и показано запломбированный то есть чтобы оттуда не не вылазили когда в герр прошла революция или не надыхал 138 человек из них кажется 133 примерно так юрий революция то еврейская была и поэтому класс священников до конца вырезает а кто знает где больше крови я повторяю владимир владимирович путь путин повели его когда на это вот его и тому показывают там списки священник он только ходил и повторял чудовищно да что же такое подойдет другому месту показывает фотографии какие люди были среди ночи забирали и убивали убивали потом придумали чтобы патрона не тратить деревянной колотушкой разбивали череп и все колотушками били ну ну где это у гитлера то было офицерский состав весь вырезать дворянца все всех подряд газовые атаки там устраивал тухачевский михаил тамбовское восстание так как было не отнимали хлеб голодомор кто на украине и здесь устроил гитлер то не устраивал это не устраивал его выбирали коммунистов никто никогда не выбирал переворот а тут как он набирал процентов 3 процента набрал потом 30 а потом уже 85 так что ответ один ну а когда будет раз здесь наказание не было то страшнее будет на суде божьем а те здесь пострадали даже которых приговорили к виселица там 21 человека и мы были которые молились к ним приходил священник протестант сейчас в интернете все выставлено то они исповедали фашистские главари а у этих ничего никогда не было безбожная страшная власть убийственная все таки христос кровение 19 глава 3 и вторично сказали аллилуйя и дым ее восходил ловите веков толкование и вторично сказали аллилуйя тем как бы подчеркивается аминь аминь истина так и высылают сугубую аллилуйя богу и дым ее восходил во веки веков это подобно пророчеству исаи цитирую и превратятся реки его в смолу и прах его в серу и будет земля его горящую смолою и не будет гаснуть ни днем ни ночью вечно будет восходить дым ее рук исаиа 34 глава 9 10 10 царей разрушат вавилон и сожгут его и дым от его развалин перейдет дым вечного огня гиенских так земной суд над вавилоном будет уже окончательным и ознаменует собой начало страшного подобное бывает и сейчас если человек еще при жизни окончательно и сознательно отворачивается бога пуля духа святого и всякую благодать но господь попускает иногда еще на земле совершится суду и это суд окончательный знаменующий для этого человека начало вечных мук за такого говорит апостол иоанн не должно молиться 1 иоанна 5 16 вот пример ирую назначенный день ирод одевшись в царскую одежду сел на возвышенном месте и говорил к ним а народ восклицал это голос бога не человека но вдруг ангел господень поразил его за то что он не вознал славу богу и он быв изъеден червями умер негодяяний 22 глава 21 по 23 стихи так муки от этих червей перешли для ирода вечные муки гиены где червь их не умирает евангелие от марка 9 46 дым от пожарящего вавилона воскорящего веки веков означает также что посланные на вавилон наказание на земле никогда не будут забыты а также это что земным разрушением и огнем наказание вавилона не окна не ограничиться но перейдет вечные муки гиенского огня вопросы откровение 19 4 тогда 24 ста 4 животных пали и поклонились богу сидящему на престоле говоря аминь аллилуйя толкование славословие небожители включаются теперь ранее уже неоднократно виденными у престола божия 24 старца и 4 животных они подтверждают небесное словословие говоря аминь истина так и сами говорят аллилуйя бог представляется здесь сидящим на престоле под этим подразумевается или его особое место пребывания на небесах его особое место славы или же это высшие ангельские силы толы и рубимы и серафимы ему богу сидящему на престоле аминь аллилуйя вопросы откровение 19 5 и голос от престола и шел говорящий хвалите бога нашего все рабы его и боящиеся его малые и великие еще не все включились в словословие небес теперь же голос от престола божия призывает всех рабов и боящихся его поддать хвалу богу никто не должен остаться в стороне и малые в добродетели и подвигах простые христиане и великие цветило церковные учителя подвижники мученики все должны славить бога из этого мы можем извлечь для себя и практический урок славление бога и служение ему не есть не должно быть исключительно делом церковной иерархии монахов и подвижников в этом должны участвовать все малые и великие это дело каждого христианина каждый по мере полученного от бога дара и призвания должен славить бога и служить ему всем сердцем и всею душою каждый должен найти свое место в горе хвалящим бога хвалишь ли ты бога служишь ли ему или стоишь безучастно в стороне чей же голос от престола призывающий хвалить бога это не голос самого бога ибо он говорит такие слова бога нашего но это может быть голос агнца христа говорившего некогда о своем восхождении к богу моему и богу вашему в англии от ана 20 глава 7 или же голос высших ангельских сил предстолов и рубимов иерафимов вопросы ну вот на что тут обратилась у меня внимание все рабы его и боящиеся его хвалили бога такое видение было боящиеся его часто приходится слышать такое вот от любвистов таких сектантов что бог есть любовь в любви нет страха бояться бога не нужно несовершенен боящийся несовершенен любви вот такие вот слова вроде как бог все во всем есть любовь а здесь вот и голос от престола и шел говорящий хвалите бога нашего все рабы его и боящиеся его малые и великие боящиеся бога на небесах хвалят его ну а не боящиеся вне псы любодеи чародеи любодеи вот такие вот мир грешные пробоедин до сектанты изменяют богу говоря христиане однако говорят кому церковь не мать кому бог не отец разбог не отец какие братья другому богу поклоняется ваш отец дьявол думали что и многие тогда в последний день удивятся когда мы накормили тебя или когда мы напоили если вы сделали одному из малых их сделали и мне так вопросы поэтому есть малые и великие вот еще там все малые и великие на небесах и малый человек должен трудиться для бога в меру своих и великие от учителя пророки а то некоторых лукавят он не был лукавые рабы господь на тебе свое помните притчу я знал что ты жестокий один талант нас и жнешь где не сеял кто господь ответил ты знал что я высокий и не убоялся и не преумножил таланты продолжим чтение книга откровения девятнадцатая глава шестой стих и слышал я как бы голос многочисленного народа как бы шум вот многих как бы голос громов сильных говорящих аллилуйя ибо воцарился господь бог сидержитель толкование теперь раздается прославление бога от всего собора святых и он дает тройное сравнение звучности в силе этого голоса он первое как голос многочисленного народа второе как шум вод многих и третье как голос громов сильных столь торжественно величественно и потрясающе пение всех святых под которыми некоторые разумели упомянутые псалмопевцам вводы которые превыше небес соломку 48 4 и поют они опять нечто иное нечто иное как аллилуйя это аллилуйя превозошла превозошла предыдущие по красоте и силе исполнения это был высший момент небесного царства о чем же теперь ликует небеса о том что воцарился Господь Бог Сидержитель это воцарение произошло через низвержение Вавилона и уничтожение нечестия а также через утверждение нового порядка вещей через восстановление во всей вселенной нового царства царства Господа Бога Вседержителя сейчас душа ты видишь часто торжество несправедливости сил тьмы нечестия имеешь скорбь живя в мире Евангелие Танос 16 33 но утешайся тем что настанет день и наступят суды Божие зло пресечется Господь воцарится трепещи однако сама делать зло дабы не подвергнуться вечному покушению но почисть со всеми небесными силами воспеть Аллилуйя Вопросы Вопросы Время было сейчас может изменилось В Кремле службы идут у меня вопрос здесь восклицание громов сильных говорящих Аллилуйя ибо воцарился Господь Бог Сидержитель и здесь толкование говорится что цитирую это воцарение произошло через низвержение Вавилона и уничтожение нечестия но так кто клавиатурой так громко брякает потише пожалуйста но мы знаем что царство Христово началось сокрушение дьявола а не сокрушение Вавилона как бы получается некое противоречие что можно на это сектанты те говорят что никакого царства нет вы смотрите скорби воины какое тут царство сейчас царство сатаны вот придет Христос на тысячу лет вот тогда тысячелетняя царство царство станет а сейчас какое царство и они могут вот сослаться вот на это место правда они нашим толкованием не пользуются однако вот в нашем же толковании написано что царство придет с падением вавилона а вы говорите что оно сейчас идет тысячелетнее царство вот вавилон падет и вот христос и тогда его сядет как вавилон падет вавилон падет не согласен но они понимали у них настолько натянуты толкование и неверное а на завтра они меняли уже не вашингтон а лондон и больше не приходят то есть ну хлопнул дверью а даже не получилось это доводов никаких нет им говоришь они не слышат вот на это можете возражать повторяю десять пунктов по которым можно определить этот город даже если я не буду говорить первое что вавилон есть рим это однозначно все понимали святые отцы никто ни один против не говорил а других городов то и не было таких ну кто скажет что иерусалим столица там такая не было там ни лондона ни москвы не было никто рим первый пункт даже разговаривать не будем все толкователи андрей кисаро подокийская там все понимают рим 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 но никто не знал что будет три рима три цифра то три это основная цифра то ну второй рим константинополь так и называли новый рим как только константинополь пал в 1453 году сразу же россия заявила претензию мы третий рим мы москва мы я спрашиваю пятьсот лет с лишним пятьсот не два года кто какой город в мире претендовал на роль третьего рима ну вообразите что здесь находятся противники ну кто ну меня могут назвать как то но я то не согласен с этим а то именно согласно они считалось это высшее качество его третий рим при том святые признанные святыми как епифания славинецкие третий рим москва и сейчас даже в интернет зарядите третий рим и сразу выскочит москва москва это и государство значит первое на семи горах холмах только три города которые отвечают вот этому принципу признаку это аман такой город есть там маленький вашингтон все ну не скажу что санкт-петербург на трех горах там ни одной нету какие там города болота на семи болотах это будет другое дело ни париж никакой город не может показать есть на три на четыре пять есть на двенадцати а на семь только москва и вашингтон второе записали первое на семи горах второе от нее обогатились вы говорили первое рим что вавилон есть рим это не первое это просто рим это понять что такое рим это первое не первое просто вавилон это рим это заголовок можно поставить дальше от нее обогатились купцы земные ни от кого столько богатства не идет как здесь все нараспыл самые богатые недра и лес эшелонами идет и нефть качает огромными трубами а Америка все только откуда-то заводит Америка никуда ничего не дает там делают огромные запасы миллионы тонн корабли везут сливают для будущих поколений в России ничего нет опустошили и нет ничего забросили города засохли обогатились ну не веришь спроси сейчас заряди в интернет кто-нибудь и посмотрите сколько миллиардеров миллиард это долларов не рублей сколько миллиардеров в России и вам покажут и каждый год возникает новых там 30 20 почти 100 процентов 95 примерно евреи евреи а когда началась перестройка в аучере все 100 процентов евреи куда на чубай сделался никуда куда обрамой сделался ну по порядку то перебирай все значит обогатились ни от одного города ни от одной страны нет такого обогащения как от России третья найдена в ней кровь святых ну скажите в Вашингтоне какая кровь святых ну а это 300 тысяч только монашествующих 200 епископов а потом подряд всех кто назывался православными 60 миллионов миллионов это только касается здесь общее за кровь которой отвечать придется сегодня так ориентируешься 110 миллионов а в это время когда Рим был при апостолах то римская империя во всей империи 150 миллионов или 120 миллионов было всего значит кровь святых море крови нигде больше не было ну не согласен тогда нам назови цифру может в Париже там козлили там пять епископов дальше четвертое сама себя называет третьим римом так вот в эту строку пишите ни один город в мире себя третьим римом не назывался скажите какой 500 лет так это столица правильно столица но столица была Санкт-Петербург но она должна была вернуться обратно вернулась в Москву вот интересно как тут сколько разговор шел что столицу сделать Новосибирске ничего это пустой разговор так пятое вино любодеяния напоило народы какое вино вино от чего люди пьянеют по твоей теме немножко по твоей теме где живут люди посмотри это человек которые люди которые бесплатно раздавали библию сами напечатали мисками живут повторю снова тогда на семи горах второе от нее обогатились третья кровь святых четвертое себя называет именно Римом и пятое вино любодеяния это учение марксизма ленинизма это вино у Америки никакого учения нету нет никакого там сами себя возносят или что-то нет революция во всем мире это третий интернационал шестое и в один час погибнет написано в один час погибнет чтобы такой город большой там ну допустим Каир 16 миллионов есть там Мехико там 21 миллион Токио а чего там ни одной ну Корея может быть один выстрел сделать больше не сделать здесь со всех сторон окружено потом сверхскоростные ракеты и примерно в первые же минуты в первые минуты поднимается против России 17 тысяч ракет и которые будут падать и ничем нельзя остановить ничего нельзя при том взрыв такой что пыль и дым до неба как третья книга есть пыль и дым до неба там ничего не останется ну после войны американцы готовили 9 атомных бомб на москву чтобы уничтожить 9 сегодня тысячи ясное дело что одни и те же развалины будут десять раз перелопащены не против Франции Парижа нигде нету так окружено было везде базы вплотную их границы подтянут и теперь уже в союзных бывших республиках уже там которые страны сателлиты России были и там стоят ракеты это в один час погибнет это больше ни о ком нельзя сказать то тем более вот которые обогатились это они ничего проснулись утром и все государство в их руках а именно торговли говорится торговля очень развита торговля я немного только работал в порту там липая международные порты такие там сколько всего везут какой товар какой лес лес весь корабль лес доски оттуда заходит вот и нашел один сучок вся партия допустим в партии там ну 50-60 досок она пачками поднимает кладет больше вот все бракуется ничего нет я такого леса и не видел хотя я строитель то есть самый лучший отбирается туда ну год такой был то дальше сидит на водах многих такое большое государство и сколько восток посмотрите где там от сусима была это тогда было еще до порта артура дошли это не советская территория его нету это китай и туда север весь омывается америка она омывается с одной с другой стороны все а это с севера с юга с запада с востока на водах многих а воды суть народы народы теперь в интернете зарядите сколько народностей живет в Японии сколько там в разных странах претендующих на это звание допустим и сколько в России здесь здесь такое смешение народов а Вавилон это есть смешение даже маленькие группы больше нигде не водятся только здесь где-то там в Венесейском округе тайна еще одно ни у кого нету железный занавес где кто придумал никогда не было почитайте Тургенева Льва Толстого Чехова куда ездили никому не нужно дело было здесь тайна даже глушили станции Голос Америки Свобода слушать нельзя тайна и тайна и секрет секреты везде и что интересно секретарь генеральный секретарь первая райкома секретарь обл.исполкома секретарь все везде секрет даже в самом названии было чтоб догадывались тайна в чаше написано тайна все таили от народа прятали засекреченное есть С буква стоит секрета СС совершенно секретно и 3С совершенно совершенно сверх секретно вот какие документы которые не показывают даже одно сейчас скажи конкретно кто дал указание расстрелять царя и девушек княжон кто ну просто вопросы себе поставьте как-нибудь и посмотрите тайна так так и дальше этот город будет таким до конца все качества которые были не отречется ни от звания третьего рима ничего потому что при конце это и будет он умы обольстил всего человечества два миллиарда китая какой коммунистический китай откуда туда пришло отсюда и пришло другого они кемерсентом теперь этот и тоже отсюда Корея а которые коммунистические партии в каждой стране все отсюда и всех поили кормили и давали и прощали якуба и прочее дальше до конца они прибудут так оно и есть а сейчас это не так глаза маленько раскрою еще не так то мы пожинаем плоды безбожие везде в семьях везде безбожество разврат страха божия нет убийство нет того преступления на которое не пошел бы безбожник кажется капитал а везде обман коррупция грабеж китай тот сумел сделать коррупционера показывать министра торговли ведут на расстрел он плачет тут же пулю в затылок и все никто такую распущенность не распустили нигде как здесь и притом это во все во весь мир вот 10 показал я пунктов по которым можно определить ни один город даже на малую долю не сможет претендовать на звание третьего рима нет его нет я еще не очень проработал может там еще что то есть а теперь сказано что а как же воцариться слово воцариться имеет значение не то что все подчиняются ему но сопротивления не будет он воцарился ну как воцарился тот уже Александр Невский нет это монголы уже захватили захватили а такая независимость была сами себе войска набирали вышли то на войну с каким воинством с Мамаевым то Мамаева побоище то было здесь ничего этого нету лошадь нельзя держать корова одна овечки три свинья одна а хотя средства все позволяло держать я говорю у нас отец инвалид войны без руки с войны был десять ребятишек ну найдите таких чтобы в семье было десять ребятишек хоть какая то льгота нет а у нас дядя говорил вот говорит японская война была пятый год он старший отца был и он говорит у него там ногу что ли там ступню оторвало никто в семье мог не работать я узнал со мной переписывался один из Израиля я с ними переписывался может кто-то его и найдет еще этого человека вот и он у них ребенок на коляске мы получаем столько что можем все не работать а здесь что он получит то ну смешно даже у моей мамы ну у бабушки по матери три сына было всего три ушли на фронт ни один не вернулся в Америке не так два сына взяли а третьего не возьмут почему а родители кто будет до кармы здесь подряд вот ставят памятники у ней девять сыновей и все погибли все в войну погибли в синкретике там а ей поставили памятник а было бы двадцать сыновей двадцать добрали бы все жестокое непримиримое беспощадное сразу поставлено Лениным было девяносто процентов железной рукой уничтожить и железной рукой десять процентов довести до коммунизма это одержимой демонами были люди подслушали на каждом шагу где что кто сказал абсолютная невозможность было напечатать слово свободу отняли слово печатать и даже не поминай нигде а вот он слово сказал какое-то ну считайте опять же Варлама Шаламова там Солженица и прочее за что сидели одно слово сказал назвал его паханом капитан дошел до Берлина уже все Солженица Александр Савич ничего не значит накрутит по полной программе и домой не вернешься одно слово у нас вот здесь был судья краевой гущин фамилия его гущин и он выпустил книжечку ну у него все дела-то в руках и вот одна девчонка я не знаю сколько там кажется ее фотография стоит 16 лет кажется было мужиков то забрали на фронт в июне то а в августе уборка сена ну быки они не идут лошадей забрали лошадей нету на быках они не идут а бабы ей говорят да ты Настя матерись они к матеркам привыкли то ну и быки маленько расшевелились они идут а было 2 августа ей говорят там другие это ты говорит материшься Настя а сегодня ильин день тебя бог накажет за это а она возьми да сказал пусть наказывает бог Сталина который заставляет работать она ничего не знает ни Сталина ни Веры никакой еще нету дома ребятишки трое родители уже забрали никого нету и кто-то пересвистнул ее арестовали она только еще заботится об угурсах еще я не полила пришла с работы там то польешь ее допрашивает и говорила говорила да я сама не знаю что сказала приговорили к расстрелу и расстреляли в Алтайском крае вот где вот где живем мы за что расстреляли сколько бы она еще детей то нарожала от них бы сколько было вот и все а сколько когда раскулачивали ни в одной стране раскулачивания не было Чингисхан Гитлер никто не наполеон не трогали работника сельского хозяйства потому что от него живут здесь все подряд самых лучших зажиточных крестьян считайте Твардовского Александра Трифоновича зарей смыкал мужик арестовали сослали и там сгибнули вот у меня в 12 томе открытым оком я брал интервью этих людей которые сосланы и оттуда она бежала с тремя детьми страшно сказать даже Конева и дорогой как ее ловили как она со зверями там шла тайгою 700 километров с тремя ребятишками я ее записал на магнитофон такой жадной до крови убийцы как компартия не было на земле не было никогда 10 гитлеров того бы не сделали своих природных настоящих кормильцев все уничтожало они просто привыкли хватать и жрать как волки вот все теперь и сходится и когда она пала и сказали восстарилась то есть просвету не было а она пала теперь она же всех жала не так где-то послали людей Чаушеску расстреляли у румын расстреляли а теперь пишут как это было что-то не так Амин сказал Амин они же его поставили все поговорили там Устинов был Брежнев поговорили в саду ну надо малый контингент везти туда и как теперь штурмовали они все город его убили вместе с сыном а перед этим отравление неудачное было коварные из коварных это времена Деникина захватывали Крым когда с ним вместе согласился Махно и там помогали им захватили захватили вместе соединились с красными и в первую же ночь арестовали всех командиров и расстреляли даже не верится ну неужели так сегодня все опубликовано это не люди были это демоны вырвались на свободу и найденных кровь святых что тут ну где это было еще было в мировой истории этого не было какой бы не был помощник мусульманство там нет никакой разницы какой ты нации ты пришел к ним принял ислам все воюешь и поровну будет разделено между всеми более справедливой дележки чем у мусульман может быть только у евреев было при Давиде и вот теперь к этому вопросу желаете возвращаться возвращайтесь с этим списком из десяти пунктов может быть еще Ирина Сергея вернется покажите ему ну ты же нарочно людей путаешь то ну по каким пунктам где столько крови кто претендовал на это ну подряд два-три пункта еще сойдется а нет на многих народах на многих водах буквально северный ледовитый океан омывает и с юга идет и там все идет от океана до океана вот весь ответ и когда она падет свобода будет и воцарилась то есть теперь может быть свободно верить и проще а сейчас гайки снова затягивают закон яровое нельзя библии сейчас шли с севера шли там с Финляндии то и с востока Владивостока все арестовали библии не пропускают на складах наят говорят а там какие они а за что а они не здесь изданы ну библия написана синодальная и сейчас если ты пойдешь у тебя нет мы-то сделали справки ну зарегистрировали нас нигде не трогают но это до времени взяли свидетели Югова называется это свидетели сторожевой башни запретили но это только начало дальше незарегистрированных баптистов попарят до нас тоже доберутся а никуда она не денется эта кровожадность там и осталась коммунистов не судят их не судит никто вот сергей тебе ответ а вопрос откуда взята традиция в православии святой воды и святой воды освещение предметов святой водой и попутный вопрос в католичестве также есть традиция святой воды Евгений Тропко задает вопрос ну кому нужно с католиками с родницей или как то здесь есть костел у нас в Барнауле в Москве есть всюду везде там пойдите у них целая епархия открыта зачем я за них буду отвечать ну что святость воды это было всегда и признавали освящение воды вот я все время ежедневно даже в дороге здесь просвер и святая вода ни одного дня пропуска не было никогда вот у меня глаз тут поврежден был два года все болел и болел и никакого лекарства то нету только пленку эту снимала которая заплывала святой водой вся скончилась как будто ничего не было мне руки лечили лечили на морозе там 40 градусов было и кляммеры эти привязывались стеклили называется это окна световые на заводе то и руки парализовала у меня вот такие руки подвязаны так и ходил и лечили еще не делали никак господь избавил как будто никогда не болело я имею очень большую веру в то что бог так делает бог освящает я к богу прихожу через воду освященной в храме можно дополнить вопрос вопрос откуда взята традиция сама как это все возникло вот у меня что интересует вот подробность если вы желаете узнать зарядите у себя то профессор скобалинович киевская духовная академия дореволюционной там подробно указано когда святые божьи святые крепкие стали петь какая молитва когда возникла что было там все для себя найдете меня этот вопрос никогда не интересовал в израиле это было освящали написано водой все освящается а теперь животворящий крест опускают молятся какой день некоторые отвечают в первом веке другие отвечают второй половине первого второго века ничего это не значит вот допустим учение двенадцати апостолов дедахи относят первому веку как подложено так отойду говори говори так кто вы такой еще ищите да Сергей продолжай или кто там нет я в это не верю не верю не верю не верю я когда рассказал как я в шестом стихе мы будем остановить да окровение девятнадцатая глава шестой тихо а дополнить можно так шестой прочитали седьмой возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу ибо наступил брак агнца и жена его приготовила себя толкование радуйтесь и веселитесь ибо велика ваша награда на небесах Евангелие от Матфея 5.12 призывал Господь своих последователей еще на земле апостол Петр утешал верных христиан но как вы участвуете в христовых страданиях радуйтесь да и в явление славы его возрадуйтесь и восторжуете 1 Петра 4.13 и вот наступил последний момент мировой истории Павел Вавилон наступает явление славы Божией а потому призывают друг друга святые возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу ту славу которая одному ему приличествует о которой он говорил не дам славы моей иному прописая 42.8 блажен кто в тот день будет приглашен к радости и веселью и не разразиться в воплях отчаяния так ну вот еще вопрос откуда взята традиция купания в воде на крещение Господне ведь сказано отвечаю Сергей во первую очередь я Евгений отвечаю это не должно нас так это интересовать когда и что нам дают цифры готовые проверить никак нельзя и при том допустим покров покровский это называют пост ну и что с 7 до 8 века ничего себе на сто лет может быть позже возникло в 8 веке его еще поста этого не было ничего это не значит я православный я его соблюдаю мне это ничего не даст и доказывать я никогда это не буду соблюдаешь ты или не соблюдаешь а года не дадут так теперь какие обычаи где есть да надо довериться церкви не с нас это началось голову этим забьешь запомнить не запомнишь свой день рождения хотя не забудь я посмотрел мне это надо или не надо я взял опухина третья книга езды толкование нашел я его третья книга езды прочитал все оказывается в прошлом у меня интерес пропал и я тут же забыл то есть это все уже ушло тех событий больше нет на земле и не будет вот такой подход теперь окрещение это на крещение купается языческий обычай языческий сейчас в интернете почитайте там курганское благочиние выступило до этого епископ курочкин евтихий выступал говорил на булгакова ссылался это языческий обычай никакого отношения к окрещению не имеет люди многие болеют это все за кадром а купание там было принято было это прямо с самого почти начало крещения там тепло вполне можно а тут лед долбят выпиливают на льду находится епископ и с ним кто опускает крест в воду никакого отношения не имеет ни к окрещению ни к чему просто так друг перед другом все так и еще вопросы пожалуйста задавайте тут о монашестве вопросов вы уже на них столько отвечали заходите на наш форум форум называется во свете библии не из сайта форум задавайте православный форум Игнатия Лапкина 1600 тем и там поисковик есть вверху там храм не храм Христа Спасителя а там что то такое ну какое то училище или что православное и большая бордовая черта и справа там написано общий поиск не по темам и общий зарядите монашество более подробно тема это никогда не раскрывалось никогда и никем я занимался житиями святых на основании канонов и цитирую седьмой-восьмой том открытым оком в наших книгах отвечая на вопрос как то и беру взятое в кавычки из семи-десяти житий разных какой о чем речь идет а их 1173 жития по 12 книгам Дмитрия Ростовского монашество это прекрасно это чудно но никаких обетов давать не надо монашество только для того чтобы одному трудиться нести благую весть а не для того чтобы отдельную республику создали Ватикан и там сидят и умирают не давая потомства а тут и возникло теперь мусульманство Марина что-то задает я не поняла может быть я просто не поняла не так не это самое Сергей Павлович вот ты говорил только про сектантов что значит вот они как бы заблудаются не имея страха Божия вот так и живут но у меня допустим другое мнение почему мы вот так живем потому что все вот без исключения только наверное вот святые люди можно сказать что имея страх Божий достигают какой-то вершины и совершенства мы как бы почему мы грешим потому что не имеем страха Божий если бы каждый человек имел в душе значит в разуме и в сердце страх Божий никогда бы он не согрешал а значит человек достигает совершенства то есть высокого духовного совершенства только тогда когда он имеет страх Божий. Поэтому я считаю, что так. То есть здесь, наверное, надо говорить, какую пользу, наверное, страх Божий несет в себе. Может быть, я не так поняла? Разъясни еще, пожалуйста. Объяснять, кто должен, я или Сергей? Вы, Игнатий Тихонович, я объясняю. Страх есть перед человеками, перед зверями, перед собаками и перед Богом. Перед Богом, как бы Бог сегодня не наказал. И страх Божий, который спасает человека, чтобы только не попасть в ад. Как бы не согрешить. А второе, как бы не обидеть любимого. Не досадить ему. Господь меня любит, и я вот так сделаю, и мне так страшно, как я потеряю благоволение Бога моего, который отвечает на молитву, который бережет меня, ведет. А я так поступил. Я недавно так считал выражение Антония Блюма, Сурожского, Антония Блюма. Он говорит, нигде нам не дано, чтобы мы самоуничижали себя в такой степени, как у православных-то. Ты сравниваешь себя с Богом, и ты все время будешь, что не такой. И будешь говорить, Господи, благодарю, что дал мне это понять, теперь ты от этого освобождаешь, меня туда не тянет, я этого не делаю. Сердце наполнит благодарностью, а не то, что грешный многогрешный, вышел еще хуже делает. Хотя уже люди понимали. И поэтому, если мы внимательно будем считать святых отцов, которые растолковали нам Священное Писание, у нас будет страх потерять их. Это слуги Божии. А не так, что нам никого не надо, придет. А вот Сергей сказал о сектанках там где-то. У них страха совсем нету. Они отвергли все наследие церкви, соборы все до одного, жития все до одного. Святых отцов, это 300 томов фолиантов толкования, отвергли все. А у них толкования-то фактически никакого и нету. Начнешь говорить, там такая нищета. Они знают одно, Христос умер за нас, Он спас меня, я спасен. Верующий имеет жизнь вечную, все, я спасен. А живет как безбожник, бритый в галстуке, все остальное. Знаете, шкала, насколько планка поднята. Вот мусульмане сказали, вот как у православных, жене изменил, ну понятно, там 7 лет отлучения, там его презрение и прочее. А у них ничего нету. Они планку-то как, опустили ее. И четыре жены, четыре одновременно, и он ничего не нарушает. Про одного писали там где-то в Таиланде, или где, у него 200-я свадьба. Но закон мусульманский ни разу не нарушил. Когда берет пятую, четвертую он должен выгнать из дома, а она заходит, а только три. Ну так можно что угодно сказать. Убить такого-то не грех. Есть люди боятся греха. И под рамки, под эти, подводят самый страшный грех. Богиня Кали. Зарядите, посмотрите, кто такая Кали. Где ее почитают? Гостеприимство, так тебя примут. Они умрут, тебя не дадут в обиду. Но как только ты вышел из ограды, все, у него задача тебе скальпировать, отнять голову. Только сейчас тебя кормили, ласкали тебя, ты спал у них, безопасен был. Но за ограду вышел, все кончилось. Вот как можно все это извратить-то, показать? Мы совсем по-другому. Страх Божий. Это притча Соломона 1.7 об этом и говорит. Начало мудрости. Ну если мудрость ты имеешь, страх Божий, а как я вне церкви окажусь? А причастия не будет. Я христианин, ничего не надо. Причищаться не надо. Апы плохие. И все, куда он пошел? У него страха никакого нет. Вне церкви это сигануть, через борт прыгнуть. Церковь корабль. Не надо тебе рассуждать ни о чем. Ты в церкви. А не в церкви тебе разницы тоже никакой нет. Что с собой разговаривать, когда ты сдурел уже? Вне церкви нет спасения. Есть такая книга, так и называется, Илариона Троицкого. Это секретарь патриарха Тихона. Сколько он претерпел, и как он отбывал там на Секирной, везде на Соловках. Без церкви нет спасения. Нету. А нету, вообще не понимает страха. Никакого нету. Совершенно. Все посты нарушают. Они не знают даже. Таинства никакого нет. Хлеб берут, любой ломает там. А он пресс-фитер. А кто его избил? И пресс-фитер это не выборы какие-то. Это рукоположение. У вас-то нет никакого. Вы обманщики. Наследники Дафана Верона и Корея, числа 16 глава. Страха Божия у них нет, и поэтому Сергей Павлович сказал абсолютно правильно. Спасибо, Рископ. Я просто не поняла, поэтому уточнил. Ну, ну, я пояснил, я его понял. Знаете, Анастасия, а можно местописание зачитать о страхе Божьем? Да, сейчас уже нет, кончилось время. Так. Три минуты в нашем распоряжении, кажется. Или 13? Четыре. Три. Три? Ну, давайте. Мир вам. Почему? Братья. Роман, задавай поскорее, время идет. В общем, вот по типу, как у вас вообще не читают мужчины, Иоанна Златоуста проповеди, вот есть приходы, где читают женщины, также, жития святых, и бывает и проповеди разных, разные. Вот. То есть, как к этому относиться? Ну, понятно, что это неправильно. Как к этому относиться? Только на днях я поставил два ролика. Две женщины пришли, одна, потом другая. Просто посмотрите, тут Швецова, она как раз из тех, которые в церкви там что-то считала-то. Ну, и тут пришла еще одна. Вот. Мы с ней беседовали. Зачем вам в храме-то? Я просто показал на свое положение. Я мирянин, и поэтому, когда батюшки не было, а проповедь сказать у меня, есть что сказать, мы переходили в трапезную, столы опрокидывали один на один, место освобождалось, и я проповедовал. Но когда меня рукоположили уже специально, чтобы я мог проповедовать в храме, даже при епископе, теперь я свободно могу проповедовать. Ну, я сейчас отошел от проповеди. Вот так, и все. И можно не нарушать. И никакой нужды в этом нету. Да кого-то негде. Ну, пригласи домой людей. Отмолились, идите домой. И собирай себе людей. И веди занятия. Вот пособие по изучению Евангелия от Марка. Я уже посылал вам. По нему. Начинайте. А то я один. Да как так? Сколько лет на одном месте сидишь, и я один. Это неправильно. Надо иметь общение друг с другом. Не бойся, что половики затопчут у тебя. И при том, священник, когда говорит, просто так не отбрасывайте его. Вот ты мне, Роман, писал. Вот священник так тебе где-то запрещает. Я и сказал, священник поступает правильно. Ты там нарушил в одном месте, другому тебе не доверяет. Исповедовать тебя не хочет. А ты измени обстановку-то. Нигде не нарушай. Установи хорошее отношение. Исповедуйся, чтобы грехи были прощены. Без этих священных рук, священнических, нет отпущения грехов, говорит Иоанн Златоуст. Кому простить и проститься. А вы как-то смотрите на это. Да еще, чтобы он тебя благословлял. Говорит. Зачем ты нужен такой? Зачем? У нас даже шепотом не разрешаем. Поставлены смотрители, мы смотрим. Но все равно бывает, где-то кто-то там что-то скажет. Все, не разговаривай. Палец поставь вертикально вот так вот. А так нельзя. Перечеркни. Как-то пальцами покажи. И все. Человек отошел. А меня батюшка спрашивает. Ну что спрашивает? Выйди. Батюшка, если он нормальный, он не обидится. И дальше скажет. Батюшка, меня в храме не ащем не спрашивать. И женщина запрещается говорить. И все кончилось. Не надо льготы на грех искать. Батюшка. Он, может быть, и закона-то не знает. А ты спасай его. Стоит в церкви, разговаривает женщина. Даже спросить божественное то. Не дорогая дома у мужей спрашивайте. А кола мужей будьте ближе. Ну и мужчина-то должен совершенствовать, сознать. А то она раза два задаст, а ты не знаешь. Не стыдно ли будет? Да, спаси Христос. Время молим. Достойно есть окова истину, Блажит Детя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашей да, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения с Иерусим, Без истления Бога Смовородшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Наталья Михайлович. Наталья Михайлович, молитву. Отец наш небесный, любящий Создатель, Мы предстали перед Твоим величием, Мы предстали перед Твоим величием, Милости Твоей не отнимай от нас и распусти с миром. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну, говорит, отвечает, она не учит. Учить жене не позволяй, а ты не учишь. Ты просто ответила ему. Это особый чин, в это время не служба, ничего нет. То есть, молчание, это именно во время службы? То есть, если службы нету, то... Ну, а что ты будешь разговаривать на службе-то? У нас так все сделано, чтобы только могла пол мыть, агарки собирать. Ну, тогда можно еще задам? Я тогда... Ну, ладно, я хотел сказать. Человек, когда молчит и никакой должности не занимает, Это не говорит о том, что у него нечего сказать. У него бывает много. Вот Григорьич чудотворец там приехал в один город Каманы, Епископ умер, надо избрать. А избирали из народа, народ избирал. Не сверху, как кота в мешке сегодня привезут, А вот ваш епископ. А он такой лютый, прямо с Украины тут, с западной еще. Прямо с первого дня нам войну объявил. И священники приезжали, сейчас он всем пригрозил, Видимо, снять их и прочее. Ну, что сделаешь-то? И вот избирать разбились, кажется, на четыре команды. Одни за одного. Кандидатуры все выставили. Ну, надо консенсус, как говорят, прийти к единому мнению. Нету. Ну, один сидел там осенний, говорит, Тому одного не угодно, другому другое. Вам все, говорит. Только осталось, говорит, кузнеца Александра позвать. Все засмеялись и все. А он тогда вывел того человека, спрашивает, А кто это такой Александр? Да это угольщик. Он, говорит, уголь обжигает. И на нем там в кузнеце работает. Угольщик он. А где он сейчас? Да где он? Посмотрел, да вон он стоит. Он, говорит, ослов карауля, то есть машину, чтобы никто не угнал. Ну, говорит, позови его. Он призвал его. Епископ, который приехал тут руку полагать, Стал беседовать с ними. Там кладезь мудрости, на все вопросы отвечает. И узнал у нем, как он все зарабатывает, Там под скольких людей кормит, там и прочее. А сам лица не видно. Его помыли, переодели. Завели его, никто не узнал. Давайте, говорит, вот вы, ваша команда, что хотели? Ну, чтобы он был такой, что он будет иногда у императора, Представительный такой был. Ну, давайте, беседуйте на эту тему. Он будет отвечать вам. А наше вот такое требование. Он ответил, все довольны. Две партии примели. Третья тоже за него. Четвертая. Да где вы, владыка, такого нашли? Он говорит, назовись, кто ты? Он говорит, Александр. Ну, что, Александр-то, а как у тебя прозвище? Он говорит, угольщик. Да и правда похожа на него. Вот и все. Надо раскопать. Таких угольщиков-то у нас много. Надо найти. Молитесь об этом. А то ставят этих, как Златовый говорит, поваров, священники-то. Он ничего не знает и знать не хочет. Лютует только. До 30 лет он не священник. Вот мне вчера один написал. Да что, я узнал, ему 27 лет только. И теперь что? Не ходить на литургию? Да ходить-то ходи, но ты знай. Но не причащайся, не исповедуйся. Найди другого. А они вопреки канонам ставят, а ты признаешь их, значит, ты тоже ответственный. Вот у нас был тут иеромонах, ему не было 30. Ни одного благословения, ничего нет. Сколько был, так и был. Ему нет 30 лет. Вот так. Ты сам начни бороться за соблюдение канонов церковных. По отношению самого себя. Хотя бы. Дальше. Геннадий Тихонович, Геннадий Сергеевич Блидар. Вы возьмите поближе себе микрофон. Да. У нас такой вопрос возник. Наши прихожане пришли в смятение недавно. Дело в том, что во время пения хирургинской песни на клеросе регент услышал, что кто-то подпевает, но это часто поют наши женщины, которые прихожанки, вместе с клеросом громко крикнуло, что, мол, какая дрянь, замолчите все. И дальше пошла служба. Но у людей остался нехороший осадок. И второе. У нас тоже в храме женщина с клероса читает житие святых. Является ли это житие святых проповедью Слова Божьего, которое запрещено женщине делать? И как нам выйти с этого смятенного положения, когда вот услышали такого с клероса крик, мол, когда мы поели хирургинскую песню, подпевали, что, мол, это все с нашей стороны, ну, скажем так, как она выразилась, дрянь. Ну, ладно, я понял. Не повторяйся. Умейте кратко выражать свою мысль. Он не прав. Раньше всегда было пение всей церкви пели. Все пели. И это, что запрещают петь, это противозаконно. Но не во время службы решать этот вопрос. У нас тоже бывает такое, что кто-то поет там или не так как-то. Не надо на это смотреть. Душа хочет петь. Она поет. Ни у птиц нигде нет этого запрета. Нигде. Кто поет. И люди придумали это. Апостол Павел говорит, весело, пусть поет псалмы. Он не сказал, что только клерошане петь-то. Ну, а теперь в церкви молчат. Житие, когда она считает, это не проповедь. Но, однако, остается в силе. Жены в ваших церквях да молчат. Но если никого нет, никого нет, значит, священника нету, ни литургии, тогда может, видимо, и считать. Это я от себя уже говорю. Это я от себя уже говорю. Потому что нет священника. Мужчин ни одного нету. И что им молчать-то? Здания другого нету. Они собрались вместе. Почему не посчитать? Священник это что? Это не алтарь только. Это престол. Это антиминцы. Это литургия. Вот тогда все меняется по-другому. Ясно. Спаси Христос. Аллилуйя. Так, вопросов нету? Нету, да? Ну, все тогда. С Богом. С Богом. Аллилуйя. Мы сегодня выставили о крещении, которое на Аби было. Четыре ролика. И как у нас было. А основное там много роликов еще было. Они появятся через неделю только. Но сегодня семь роликов о крещении выставили. Отошел. КОНЕЦ ЗАЛЬИ, МОН femmes ночи.